друзья всем привет я сегодня за кадром и может быть даже завтра буду за кадром хотела вам показать что может произойти если две недели не приезжать на дачу вот видите травы по пояс вот этот кошмар особенно вот эти люфины которые реально по пояс грядки которые я весной так мило обрабатывала с особой любовью это все покрылось толстым слоем травы вот так что это все нужно убрать за два дня и еще при этом посадить кучу цветов и перцы а под перцы еще надо землю копать потому что мама ездила без меня она ничего не делала вот и сейчас я пойду из машины доставать рассаду и как-то распределять ее вообще по участку потому что не знаю что с этим делать ну как говорится глаза боятся руки делают поехали кстати не показала вам как хорошо принялись хосточки и уже обильно тут растут как видите я так и планировала что белая желтая белая желтая и голубая вот я бы сделал еще один белый куст но на тот момент когда я сажала я была уверена что выкопала их все и 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 Друзья, сейчас ходила по участку. Срывала вот эти вот цветоносы у люпинов. И решила вам рассказать один секрет. Может быть кто-то не знает об этом. Люпин это сорняк. Он растет везде, в лесу. Есть также декоративные сорта, которые вы, допустим, посадили на одно место. Семечко. И если вы периодически срезаете цветоносы, то у вас куст этот не размножается по всему участку. Если вы цветоносы не срезаете, соответственно, он точно так же превращается в сорняк, как и обычный люпин. Обычный люпин, он бывает синий, иногда белый, голубой и розовый. Вот, собственно, вот так у него выглядят уже распустившиеся цветоносы. Для чего я их сорвала? Дело в том, что люпин, также в свою очередь, помимо того, что он сорняк, он еще и сидират. Сидират это такое зеленое удобрение. Вот, но люпин, он не полностью является удобрением. Удобрением являются только листья и палки, стволы. Эти самые цветоносы ни в коем случае нельзя измельчать и бросать, добавлять в землю так же, как те же листья. В прошлом году я уже показывала, снимала видео, что я делаю с ботвой, я ее измельчаю, с палками тоже их режу секатором, ножницами измельчаю, чтобы были небольшие сегменты. И затем заливаю водой, через 2 недели этой водой поливаю, а жижу, которая там разбрюзла в воде, ее подкладываю под кусты и закапываю. Вот, с цветами такое делать нельзя, потому что цветоносы в любом случае созреют, вызреют, дадут семечку, и потом у вас на этом месте, там, где вы разрубили эти цветоносы и разбросали, у вас на этом месте вырастет целая сотня люпинов. Вот, поэтому я их собираю все. Лучше, конечно, их собирать вот в таком состоянии, пока они еще не распустились, класть их куда-то, сушиться на солнышке и потом сжигать, либо выбрасывать в мусор. В смысле, ну, там, собирать в мешки и вывозить на свалку. Если вот такой цветонос у вас уже начал распускаться, уже вот цвести, вы его собрали, обратите внимание, просто эксперимент проведите, вы его положили сушиться куда-то на солнышко, будьте уверены, он у вас вызрит и образуются коробочки с семенами, потому что это растение, оно наполнено влагой очень сильно, этой влаги хватает, даже когда вы срезаете цветок, этой влаги хватает для того, чтобы цветок вызрел. И, соответственно, на цветущий вот такой вот цветонос садятся всякие пчелки и эти самые осы, опыляют, и он так или иначе воззревает. Поэтому цветоносы лучше не использовать. Вот. Думаю, что если кто-то не знал, было интересно, если какие-то вопросы остались, пишите в комментариях, на все отвечу. Вот. А мы с вами увидимся чуть позже. Я сейчас в этом самом ведре ношу землю сюда, вот уже 4 ведра принесла, а все мало. Видите, только небольшой кусочек закрылся, то есть мне еще нужно ведер 10, наверное, чтобы закрыть эту яму, которая от хост осталась. Вот. Так что я пошла дальше работать. Просто это у меня такой перерыв. Да, когда устаю, тяжелую работу делать, я вот собираю ботву, хожу по участку. Вот. Так что увидимся чуть попозже. Итак, друзья, что удалось сделать за два дня выходных? Значит, было прокопано две, ну, одна такая широкая, а потом разделена на две части грядка. Одну грядку я уже засадила перцами, вторая часть будет засаживаться в следующий раз. Вот. Потому что в машину все не влезло. и сейчас еще покажу, что с цветами успелось. Также еще успелось больше половины участка покосить. То есть вот где светлые места, это скошенная. в принципе, это больше половины участка с травой. Также были обкопаны флоксы, посаженный кусочек циний, здесь петунки, ну, выживут, выживут, нет так нет. Также вот тут еще циний, вот там вот тоже дохленькие. Также поставила пивные ловушки для, о господи, для медведок. Вот. Также здесь тоже циний, 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 сколько успела. Здесь это веселые ребята. Вот тоже циний. И вот здесь вот три кучки. Это цветы такие, не помню, как это называется. Осенью расскажу в отчете. И зайцехвост. Вот, в принципе, такая работа. Здесь только начала чуть-чуть. А еще посадила вот эта кучка. Это была смесь семян для альпийской горки. Но что-то не похоже на альпийскую горку, просто трава какая-то. Вот. И вот эти вот плети, которые вьющиеся, поедут домой обратно. Наверное, посажу их на балконе, потому что тут место не подобралось. и еще две вот таких пакетика циния осталось. Это тогда в следующий раз. Вот. Такая грандиозная работа. А, кстати, я вам не показала наше новое крыльцо. Давайте на этой позитивной ноте закончим дачный блок. Вот. Такое у нас теперь крыльцо. красивые ступенечки широкие. Вот так вот. Ну и все. Буду с вами прощаться, а то мы уже собираемся. Надо уже выезжать. Еще хочется принять душ перед сном, подготовиться к рабочему дню и быть во все оружии. Вот. Так что увидимся с вами в следующие выходные. Скорее всего пока-пока. Подписывайтесь, кто не подписан. Ставьте пальчик вверх или вниз. Оставляйте комментарии. Увидимся с вами уже очень и очень скоро, через недельку.